Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить очередное занятие, восьмое занятие, седьмой части курса «Английский язык. Водно-коррективный курс». На нашем предыдущем занятии мы с вами говорили о модальных глаголах. Точнее, мы начали подробно говорить о модальных глаголах на нашем предыдущем занятии. И мы с вами познакомились с таким модальным глаголом, как глагол «can», его формой прошедшего времени «could», самостоятельным модальным глаголом «could», а также выражением, которое иногда заменяет использование в речи модального глагола «can» и «could» выражения «be able to». Сегодня мы продолжим говорить о модальных глаголах, и мы будем говорить с одной стороны о модальном глаголе «must», мы с вами будем говорить о модальном глаголах «may» и модальном глаголе «night». Но начнем наше сегодняшнее занятие мы с примера. Итак, ситуация, которая представлена сейчас на слайде перед вами, такова. Альф очень хороший теннисист, и мало кто из теннисистов выигрывает у него. Но вчера он играл против Билла, и Билл выиграл. Поэтому мы с вами можем сделать предположение, что Билл очень хороший теннисист. И такая фраза будет звучать по-английски так. Почему мы с вами можем сделать такое предположение? В противном случае он бы не выиграл. Употребление в данной ситуации модального глагола «must» указывает на то, что мы, как говорящие, абсолютно уверены в том, что говорим. То есть мы с вами можем делать вывод о том, что модальный глагол «must» используется тогда, когда говорящий оценивает ситуацию как абсолютно соответствующую реальности и абсолютно уверен в своей оценке. Из этого мы можем с вами сделать следующие выводы. Мы используем модальный глагол «must» сказать, что мы абсолютно уверены в том, что что-то является истинным. Как в примере «you've been traveling all day», «you must be tired», «ты разъезжал целый день», может быть, путешествовал целый день, «ты должно быть устал». То есть использование модального глагола в последнем предложении «you must be tired» указывает на такую точку зрения говорящего «I'm sure that you are tired», «я уверен, что ты устал». Так же, как и в предыдущем примере про Билла. «Bill must be a very good player». Билл должно быть очень хороший игрок. Обратите внимание, что в русском языке, как правило, вот эта вот модальность переводится при помощи вводных конструкций. «Должно быть», «стало быть» и так далее. Но вновь повторю, что когда речь идет о модальных глаголах, перевод не всегда является нашим помощником. Обратимся еще к примеру. Я слышал, я вот знаю, что на следующей неделе у тебя экзамены. В настоящее время, сейчас ты, должно быть, очень готовишься к экзаменам. До сих пор мы с вами говорили о том, что после модальных глаголов возможно использовать не перфектный инфинитив, инфинитив группы indefinite, и перфектный инфинитив, вот с которым мы с вами встречались на нашем предыдущем уроке. В примере, который мы только что с вами видели, еще раз обратимся к нему, после модального глагола «nust» используется инфинитив времени «continuous». Использование инфинитива «continuous» после модального глагола указывает на то, что действие происходит в настоящий момент. В данном предложении мы видим как бы подчеркивание этой же ситуации. Во-первых, после модального глагола «must» используется форма инфинитива «continuous» без «studying», и с другой стороны еще указывается обстоятельство «at the moment». «Должно быть, я уверен, что в настоящий момент ты очень активно трудишься». Та же самая фраза у нас по-другому, по-английски может быть сказана, и вы видите ее вариант в скобках. Что касается других примеров, то еще один пример, который мы хотим предложить вашему вниманию. Кэрол очень много знает о фильмах. Должно быть, она очень часто ходит в кино. Использование послемодального глагола «must» «infinitiva indefinite» Указывает на то, что действие носит регулярный характер. Именно таким образом мы можем перевести это предложение. Если мы по какой-то причине не хотим использовать модальный глагол, то мы можем сказать то же самое, используя конструкцию «I'm sure she goes to the cinema a lot». Я уверен, она много ходит в кино. Таково использование модального глагола «must» в современном английском языке. К значению глагола «must» очень близко подходит значение отрицательной формы модального глагола «can» формы «can't». Давайте посмотрим, как она используется. «We use can't to say that we think something is impossible». «Can't» используется в том случае, когда мы хотим сказать, что что-то с нашей точки зрения является невозможным. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что модальные глаголы указывают на субъективную, конечно же, оценку ситуации. Обратимся к конкретному примеру. Использование «can't» плюс инфинитив группы «indefinite» указывает на действие в настоящий момент, особенно если в том случае, когда в качестве инфинитива используется инфинитив глагола-связки «to be». «You can't be hungry already». Или то же самое значение может быть передано предложением. «It is impossible that you are hungry». Невозможно, чтобы ты был голодным. Ну, это, конечно же, субъективная оценка. И мы еще обратимся к одному примеру. «Tom said that he would be here ten minutes ago, and he is never late. He can't be coming». Том сказал, что он будет здесь 10 минут назад. А он никогда не опаздывает. Просто не может быть, что он сейчас придет. Обратите, пожалуйста, внимание, что после модального глагола «can't» используется форма инфинитива «continuous». Это значит, что действие относится либо к настоящему моменту, либо к моменту ближайшего будущего. То есть говорящий, опять подчеркиваю, это его исключительно субъективная оценка, уверен, что поскольку том никогда не опаздывает, надежды на то, что он вот-вот придет, никакой нет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что «must» и «can't» могут выступать как синонимы. Для этого посмотрим на следующий слайд. Когда мы с вами используем модальный глагол «must», мы хотим подчеркнуть то, что с нашей точки зрения данное действие является абсолютно истинным. «Я должно быть устал», «ты должно быть устал», «ты, наверное, сейчас усердно учишься», «ты, наверное, как бы много играешь». Если мы с вами используем форму отрицательную модального глагола «can't», то мы отрицаем возможность того или иного действия. Например, «you can't be tired», «не может быть, чтобы ты устал», «you can't be hungry», «не может быть, чтобы ты проголодался», «you can't be studying», «не может быть, чтобы ты сейчас отучился», «you can't play the piano», «не может быть, чтобы ты занимался на пианино». Итак, запомните, пожалуйста, что использование модального глагола «must» необходимо в том случае, когда говорящий абсолютно уверен в правильности, в истинности того или иного события. «Cant» указывает на то, что говорящий абсолютно не верит в возможность совершения того или иного действия. Что касается описания действия в прошлом, то после «must», так же, как и после «can't», возможно использование перфектного инфинитива. Еще раз повторю. «For the past, we used must have done and can't have done». Для того, чтобы указать на действия, имевшие место в прошлом или не имевшие места в прошлом, как в случае с модальным глаголом «can't», мы должны после модального глагола поставить перфектный инфинитив. Обратимся к примеру. Вчера вечером мы пошли к дому Роя и позвонили в дверной звонок. Никто не ответил. Уверенность, с которой говорит говорящий о событии, в частности о том, что Рой вышел из дома, в данном контексте не подвергается никакому сомнению, поскольку говорящий использует модальный глагол «must». То есть «must» – это сильное должествование, это абсолютная уверенность в том, что произошло. В скобочках у нас указано как бы развитие сюжета. «Otherwise, he would have answered». В противном случае Рой бы ответил. Но он не ответил. Итак, для того, чтобы указать на какое-то событие, которое, по мнению говорящего, точно имело место в прошлом, необходимо после глагола, модального глагола «must» поставить перфектный инфинитив. Обратимся к некоторым примерам. Телефон звонил, но я его не слышал. Должно быть, я заснул. Обратите внимание на то, что с точки зрения говорящего это действие является истинным. Он говорит об этом с уверенностью. «I must have been asleep». Как и следующее действие в примере. «I made a lot of noise when I came home. You must have heard me». Когда я пришел домой, я наделал много шума. Ты, должно быть, слышала, как я пришел. Здесь речь идет о уверенности говорящего в том, что, когда он пришел домой, кто-то, к которому он обращается, был дома и слышал весь этот шум. Еще несколько примеров, но в данном случае мы хотим предложить вам использование в предложениях модального глагола «can't», то есть глагола «can» в отрицательной форме. Напомню, что модальный глагол «can't» используется в том случае, когда говорящий абсолютно уверен в невозможности совершения того или иного действия. Она прошла мимо меня на улице. Не может быть, чтобы она меня не увидела. Тоже сильная степень уверенности присутствует в данном случае, но эта сильная степень уверенности указывает на невозможность совершения того действия. И еще один пример также с использованием формы «can't». Том прямо врезался в стену. Не может быть, чтобы он смотрел, куда идет. В данном случае, конечно же, с точки зрения русского языка, мы должны фразу, вторую фразу в данной ситуации передать. То есть он точно не смотрел, куда идет. Или просто он не смотрел, куда идет. Итак, модальный глагол «mast» используется с перфектом тогда, когда действие описывается в отношении прошлого. Более того, говорящий уверен в возможности совершения данного действия. «can't» также при сочетании с перфектным инфинитивом указывает на невозможность совершения действия в прошлом. Обратимся к слайду. «Ай, you, he. Must have been asleep. Must have been looking. Must have gone. «You can't have been tired. Can't have been waiting. Can't have done. Обратите, пожалуйста, на данную схему, и вы видите, что после модальных глаголов must и can't возможно использование разных инфинитивов. «have been» – перфектный инфинитив плюс прилагательное «asleep». «Have been looking» – это перфектный инфинитив, но в континьюсе. И «have gone» – это перфектный инфинитив. Ещё раз напомню, что после модальных глаголов must и can't возможно использование перфектного инфинитива плюс прилагательный, как в первом случае «have been asleep», перфектного инфинитива «continuous» – «have been looking» и простого перфектного инфинитива «have gone». Естественно, после модального глагола, когда мы с вами используем инфинитивы, то значение инфинитива совпадает с значением того самого грамматического времени, которое данный инфинитив представляет. То есть, если это инфинитив перфекта, ни длительного, ни континьюса, то речь идёт о том, что некое действие имело место в прошлом и имеется некий результат. Если это перфектный инфинитив в континьюсе, то речь идёт о том, что в течение какого-то времени, вплоть до настоящего момента, когда, возможно, и в настоящий момент кто-то совершал какое-то действие. Обратите внимание, в течение какого-то времени. Что касается соотношений между can и could, то мы с вами обратимся к следующему примеру. Could not have done is possible instead of can't have done. Вместо формы can't have done возможно использование could have done без изменения значения. Посмотрим два примера. She could not have seen me. Не могло быть такого, чтобы она меня не видела. Второй пример. He could not have been looking where he was going. Не может быть, чтобы он смотрел, куда он идёт. Конечно же, с точки зрения перевода более естественными являются так называемые антонимичные модели. Вероятно, он не смотрел. Скорее всего, он должно быть не смотрел, куда он идёт. Но, вновь повторяю, это только с точки зрения перевода, а при обсуждении модальных глаголов перевод нам не всегда может служить помощником. Вторая часть нашего занятия будет посвящена модальным глаголам may и might. Но, как обычно, я хочу предложить вам ознакомиться с примерами. Прочтите их самостоятельно и попытайтесь понять то, о чём идёт разговор в данной ситуации. Вы ищите Джека. Никто точно не знает, где он. Но вы делаете предположение. Обратите внимание на то, что важным здесь является то, что никто не знает наверняка. Никто не знает точно, где он. И ваше предположение – это всего лишь предположение. Как же в английском языке стоит оформить предположение? Оказывается, при помощи модального глагола may. He may be in his office. Perhaps he is in his office. Вот что значит данная фраза. Возможно, он в своём офисе. May означает perhaps. Итак, если степень уверенности невелика, то используется модальный глагол may. He might be having lunch. Perhaps he is having lunch. Возможно, он завтракает. В данном случае мы тоже видим из комментариев в скобках о том, что данное указание является всего лишь предположением. И, наконец, третий пример. Ask Anne. She might know. Что означает? Perhaps Anne knows. Спросите Anne. Может быть, она знает. Возможно, Anne знает. Итак, мы с вами можем сделать следующий вывод. Тогда, когда мы не уверены, но предполагаем, мы используем модальные глаголы may и might. Мы с вами из только что просмотренных примеров знаем, что после модальных глаголов may и might могут использоваться неперфектные инфинитивы простые и continuous. Посмотрите, пожалуйста, перед вами пример использования простого инфинитива после модального глагола might. Might know. А вот использование инфинитива группы continuous после глагола might. И, наконец, использование глагола связки после глагола may. При этом, как следует из указаний в скобках, значение данной фразы абсолютно не меняется. Все передается при помощи слова perhaps, наречия, которое указывает на возможность того или иного действия. Но еще раз обращаю ваше внимание на то, что данная фраза является всего лишь предположением. Итак, давайте ознакомимся с правилом. Конечно же, это правило необходимо будет запомнить. We use may and might to say that something is possible. There is no important difference between may and might. Модальные глаголы may и might используются тогда, когда что-то рассматривается как вполне возможное. Больших значений, значительных различий между употреблением модальных глаголов may и might не прослеживается, то есть не существует. Итак, давайте подведем итог тому, что мы узнали на данный момент. В английском языке существует некоторое количество модальных глаголов. В частности, мы с вами знаем, что существует модальный глагол can, который указывает на физическую возможность совершения какого-либо действия. Его формой прошедшего времени является глагол could. Также глагол could может использоваться как самостоятельный модальный глагол. Он может использоваться с простым инфинитивом и с перфектным инфинитивом. Для того, чтобы указать на то, что вы абсолютно в чем-то уверены, вы можете использовать два модальных глагола. Модальный глагол must и модальный глагол can. При этом модальный глагол must указывает на совершение какого-то действия. Модальный глагол can указывает на невозможность совершения модального действия. Также существует в английском языке еще два модальных глагола. Модальный глагол may и модальный глагол might, который указывает на возможность совершения какого-либо действия. При этом мы с вами знаем, что большого различия между использованием модальных глаголов may и might в современном английском языке нет. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. He may be in his office. Данные предложения с модальным глаголом may и с модальным глаголом might рассматриваются как синонимичными. Никакого изменения в значении не происходит. Что касается отрицательной формы, то у глагола may и у глагола might оно образуется аналогичным образом при помощи отрицательной частицы not. При этом у глагола might возможно вот такая редуцированная форма, которую вы видите сейчас на слайде. The negative is, may not, and might not, or mightnance. Конечно же, следует сказать, что редуцированные формы не только модальных глаголов, но и вспомогательных глаголов и глаголов связок используются чаще всего все-таки в устной речи. Что касается письменной речи, то существует правило в письменной речи указывать полную форму глагола, то есть не сокращать ее. Обратимся к примеру и посмотрим, как ведут себя модальные глаголы may и might, если к ним прибавляется отрицательная частица not. Jack might not be in his office. Не может быть, чтобы Jack был в его офисе. Что означает? Perhaps he isn't in his office. Возможно, он и не в своем офисе. I'm not sure whether I can lend you any money. I may not have enough. Не уверена, что могу одолжить себе деньги. Возможно, у меня не будет достаточно столько, сколько тебе нужно. Опять-таки, мы можем с вами проверить самих себя, используя наречие perhaps. Perhaps I don't have enough. Возможно, у меня нет достаточной суммы денег. Сейчас мне хотелось бы вам предложить некую схему. В этой схеме наглядно показано, как используются модальные глаголы may и might. Пожалуйста, посмотрите и изучите эту схему внимательно. Вы видите, что, как и все другие модальные глаголы, модальные глаголы may и might присоединяют после себя инфинитив без частицы to. Ко всему прочему, инфинитиву в качестве инфинитива могут выступать разные инфинитивы. Инфинитив – continuous, инфинитив – indefinite. Итак, для того, чтобы указать на действия, которые относятся к настоящему или будущему, после модальных глаголов используются неперфектные формы инфинитива. Это может быть форма инфинитива-индефинита или форма инфинитива-континиуса. Для того, чтобы указать на действия, которые относятся к прошлому, необходимо использовать одну из перфектных форм инфинитива. Это либо инфинитив-perfect или инфинитив-perfect-континиус. Последний, конечно же, используется гораздо реже. Итак, обратимся к правилу. Для того, чтобы сказать, что что-то рассматривалось как возможное, как вероятное в прошлом, мы используем следующую форму – may плюс перфектный инфинитив или might плюс перфектный инфинитив. Обратите внимание еще раз на то, что использование перфектного инфинитива предполагает, что действие относится к прошлому. Использование неперфектного инфинитива указывает на то, что действие рассматривается говорящим как относящиеся к настоящему моменту или моменту в будущем. Давайте обратимся к некоторым примерам. Это такой мини-диалог. I wonder why Anne didn't answer the doorbell. Well, I suppose she may have been in the bus. Интересно, почему Anne не открыла дверь? Ну, я думаю, что, может быть, она была в ванне. Использование модального глагола may с перфектным инфинитивом, во-первых, указывает на то, что действие рассматривается говорящим как возможное, но не как обязательное. То есть, с точки зрения говорящего, нет уверенности в том, что в этот момент Anne была в ванне. Она могла бы быть еще в другой комнате, она могла бы спать и так далее. С другой стороны, использование перфектного инфинитива указывает на то, что действие относится к какому-то моменту в прошлом. Давайте обратимся еще к одному примеру. Пример также представляет собой небольшой диалог. Почему он не сказал нам привет, когда прошел мимо нас на улице? Наверное, он задумался. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что после модального глагола might в данном предложении используется форма перфектного длительного инфинитива. Must have been daydreaming. Такое, конечно же, случается в английском языке, но случается достаточно редко. Во-первых, для того, чтобы указать на действие, которое имело место в прошлом. Во-вторых, чтобы указать на то, что действие имело некий продолжительный характер. Иногда считается, что might по сравнению с may представляет собой еще меньшую уверенность. То есть считается, что если вы рассматриваете что-то как возможный вариант, вы можете использовать модальный глагол may. Что касается модального глагола might, то его используют в том случае, если у говорящего есть сомнения в том, что он говорит, и тому имеются некие веские причины. Еще один пример, тоже небольшой диалог, который мы хотим предложить вашему вниманию. Не могу нигде найти сумку. Может быть, ты оставила ее в магазине? Использование модального глагола с перфектным инфинитивом указывает на малую, но все же вероятность свершения действия. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что перфектный инфинитив указывает на то, что действие имело место в прошлом. Еще раз внимательно прочтите предложенный вам мини-диалог и постарайтесь его запомнить. В качестве домашнего задания мне бы хотелось вам порекомендовать построить несколько высказываний с, допустим, одним из понравившихся вам больше модальных глаголов, после которого бы вы бы использовали разные инфинитивы. Постарайтесь придумать такие ситуации, в которых изменение инфинитива было бы особо заметным. Но я хотела бы вам сейчас предложить вот такое небольшое упражнение. Мы с вами воспользуемся модальным глаголом «наст». Как вы помните, это глагол сильного должествования. Попробуем после «маст» поставить инфинитив глагола, например, «to read» в «indefinity». Например, мы могли бы с вами сказать «he must read a lot». Должно быть, он много читает. Использование инфинитива формы «indefinity» указывает на то, что действие является регулярным, то есть повторяется изо дня день. Мы могли бы сказать «he must be reading now». И тогда нам бы данную фразу следовало бы перевести на русский язык следующим образом. «Он должно быть сейчас читает». Мы после модального глагола поставили перфектный инфинитив и получили «он должно быть уже прочел книгу». И еще одно предложение после модального глагола «маст» необходимо поставить инфинитив группы «perfect continuous». «He must have been reading the book». «Он должно быть читает книгу вот уже какое-то время». То есть вы, конечно же, увидели, что с изменением формы инфинитива меняется смысл высказывания. Для того, чтобы лучше усвоить данное правило, необходимо несколько раз самостоятельно проделать ту же самую работу. А сейчас мне хотелось бы предложить вам обратиться к схеме. Давайте посмотрим ее и постараемся запомнить. Использование перфектного инфинитива после модальных глаголов указывает на то, что действия относятся к прошлому. Еще один пример, который мне бы хотелось вам предложить. Интересно, почему Энн не пришла навстречу? Наверное, скорее всего, может быть, она не знала о ней. Обратите, пожалуйста, внимание, что в данном случае используется модальный глагол «майт». Это значит, что предположение носит весьма условный характер, что говорящий не очень уверен в том, что он говорит. Здесь, конечно же, возможно было бы использование модального глагола «may». Но вот использование модального глагола «майт» является, скорее всего, относительно данной ситуации более подходящим. Неговорящий, неслушащий точно не может быть уверен, почему Энн не пришла на собрание. И высказываются разные предположения. Вот одно из них мы видим сейчас на слайде. Иногда вместо «may» и «might» можно использовать модальный глагол «could». Посмотрите, пожалуйста, на правило. We can use «could» instead of may or might. Но при этом наблюдается изменение значения. Какое именно? But with «could» the possibility is smaller. Но при использовании модального «could» возможность в том, что данное действие имело место, еще меньшее. Итак, мы с вами узнали еще об одном значении модального глагола «could». Использование модального глагола «could» возможно в ситуациях использования «may» и «might». Но при этом говорящий намеренно подчеркивает то, что он не совсем уверен в том, что он говорит. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. What is Jack? I'm not sure. He could be in his office, I suppose. But he is not usually there at this time. Где Jack? Но я не уверен, возможно, он в своем офисе. Это всего лишь мое предположение. Но там он вовсе не всегда в это время. Вот таким образом ведут себя модальные глаголы в современном английском языке. На этом мне хотелось бы с вами попрощаться. До свидания.